Здравствуйте! Меня зовут Григорий Заславский. В ближайшие 20 минут я буду вашим гидом. И да, фотографировать в нашем культпоходе разрешается. Итак, начинаем наше путешествие по загадочному, но такому притягательному миру культуры в путь. Где бы вы ни сидели в зале, всегда все-таки главное – это что там идет на сцене. В Театре имени Пушкина впервые можно увидеть Елену Яковлеву. Несколько лет назад народная артистка покинула родной современник и отправилась в свободное плавание. Это значит, что она теперь сама выбирает площадки, роли и даже режиссеров. И вот Елена Яковлева приняла предложение сыграть в комедии «Это прекрасная жизнь» в постановке Романа Самгина. Эта пьеса американского драматурга Кена Людвига и посвящена она некогда знаменитой актерской паре. И вот теперь Шарлотта и Джордж прозябают в провинциальном театре и мечтают вернуть популярность в Голливуде. Моя коллега Надежда Боричева встретилась с Еленой Яковлевой и узнала, почему она согласилась на роль с балмошной актрисой и часто ли вспоминает интердевочку. Мы с вами встречаемся в Театре Пушкина накануне премьеры спектакля «Это прекрасная жизнь». Скажите, пожалуйста, как вы согласились именно на эту пьесу, эта комедия? И вот зритель считает, что самый легкий жанр комедии. Актеры всегда говорят, что наоборот, самый сложный. Я всегда мечтала поработать в таком чисто комедийном жанре. И когда предложили эту пьесу, я сразу же согласилась, потому что она мне понравилась. Я, честно скажу, тоже думала, что комедию играть легче. Но оказалось, это совсем нелегко, довольно-таки сложно и физически, и душевно. Но это очень сложно. И поскольку мы уже довольно-таки долго репетировали, еще не было зрителя в зале, мы еще не знаем, как они будут реагировать, где действительно смешно, а где не смешно. Поэтому так немножко все волнуется. Вашего мужа играет Игорь Бочкин. Скажите, пожалуйста, вот как вы считаете, у вас сложилась идеальная пара? Сейчас, пока мы притираемся друг к другу, стараемся понять друг друга. Мы с ним встречались в работе только в кино очень-очень давно, где-то в конце 80-х годов, начало 90-х. После этого не работали вместе, не пересекались. Но я думаю, что сложится. Куда он денется-то? А вот еще режиссер, это Роман Самгин, да? Вот тоже с ним вы как-то сотрудничали до этого? Нет, не разу, да. Я кое-что видела и поняла, что он действительно мастер вот такого жанра. И полностью мы ему отдались на его режиссерские находки, на его мнения. Он очень тонкий человек, очень смешно ее что-то подмечает и очень приятно работать. Ваша Шарлотта, ваша героиня, она очень часто меняет образы. Мы еще не видели спектакль, но уже это известно, что она у вас то в рыжем парике, то мы видим сейчас в стиле 20-х годов, в какой-то невероятной шапке в головном уборе. Ну это красиво, мне нравится. Я не знаю, насколько это мне идет и как я с этим сживусь, но мне нравится, да. Какая-то в этом есть пикантность. А успеваете? Вот это же все время аттракцион, получается, вы минута за сценой и уже в новом образе. Ну а что делать? Пытаемся. А вам пришлось учиться фехтовать? Вот я видела, что на сцене вы прям фехтуете. Ну конечно, у нас была такая дисциплина в институте, но я его закончила довольно-таки давно, в 84-м году. С тех пор шашки я его как-то держала. Ну вот мы с Игорьком вспомнили, что это такое. Не могу вас не спросить, вот все вас знают по ролям интердевочки, да, Тани Зайцевой и Анастасии Каменской. Ну тут, пожалуй, самый-самый знаменитый ваша роль. Вот как вы к ним сейчас относитесь спустя время? Вот вы, они вам как к сестре, не знаю, как вы к ним относитесь? Я счастливый человек в том смысле, что посчастливилась работать с хорошими режиссерами тогда в том кино. Поэтому, конечно же, Петр Ефимович Тодоровский и в очень хорошем театре работала, в театре современник с Грайнбесной Волчек. Много было очень хороших спектаклей. Я этим ролям очень благодарна. И это все самое интересное, о чем мы успели вам рассказать. Посмотреть материалы этого выпуска можно на мультимедийном портале мир24.tv. Также ищите нас, пожалуйста, в Фейсбуке. С вами был Григорий Заславский. Встретимся в культуризме на этом самом месте через неделю. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok